друзья вы только посмотрите какая красота у меня получилось всем привет дорогие наши подписчики и гости канала добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня мы с вами приготовим очень сочную куриную грудку в необычном соусе весь секрет этого блюда заключается именно в соусе мы с алексеем уже попробовали это блюдо на нашем mukbang канале ссылку оставим внизу в описании под этим видео переходите смотрите дегустацию этого блюда на нашем втором канале а также кто еще не знаком с нашим семейным каналом ссылку оставим внизу в описании добро пожаловать переходите знакомьтесь будем рады видеть каждого из вас ну а сейчас оставайтесь со мной я вам подробно расскажу как приготовить очень сочную куриную грудку в необычном соусе мы начинаем чтобы приготовить сочнейшую куриную грудку на ужин нам потребуется куриная грудка здесь у меня три половинки куриной грудки общим весом на 900 грамм для куриной грудки значит нам потребуется соль по вкусу 1 чайная ложка паприки 1 чайная ложка сушеного чеснока а также 2 столовые ложки растительного масла и для соуса нам потребуется фитакса 400 грамм фитакса у меня здесь 50 миллилитров оливкового масла ароматные травы сегодня у меня итальянские 1 чайная ложка соль также по вкусу 4 зубчика чеснока мои получились весом 17 грамм 250 грамм помидоров черри и зелень для финального украшения нашего блюда для начала мы с вами замаринуем куриную грудку куриную грудку я хорошо промыла теперь мне ее необходимо обсушить кухонным бумажным полотенцем грудку располагаю на доске вот так придерживая ладошкой разрезаю грудку пополам чтобы более тонкой она была получается у нас две вот такие замечательные филешки точно так же поступаю со всей оставшейся грудкой затем покажу что делать дальше и так филе я разрезала иди теперь помещаю грудку в чашку в которой буду мариновать филе далее берем отдельную чашку в которой смешиваем две столовые ложки растительного масла и специи паприка соль я кладу соль с учетом количества куриной грудки у меня 1 чайная ложка без горки и сушеный чеснок тоже 1 чайная ложка все хорошо перемешиваю далее вот этой смесью натираю нашу куриную грудку прямо так полностью все заливаю и аккуратными движениями начинаю перемешивать так как бы массируем курицу втирая специи в грудку но смотрите осторожно потому что там где малая куриная грудка соединяется с большой куриной грудкой чтобы у нас не развалилась все друзья специи вроде более менее равномерно по куриной грудки полностью распределились далее чашку закрываем если есть крышка отлично если крышки нет можно пищевой пленкой и оставляем курицу мариноваться чтобы специи пропитались ненадолго буквально пока мы будем заниматься с вами соусом пока у нас куриная грудка маринуется мы займемся с вами соусом берем фитаксу вынимаем из коробки дальше мы ее вот так пополам разрежем получается вдоль да мы ее режем вот такие два прямоугольничка у нас с вами получаются далее значит берем форму для запекания укладываем фитаксу вокруг в хаотичном порядке разбрасываем помидоры черри в рецепте идет соль но поскольку фитакса у нас основной ингредиент здесь и она уже достаточно соленая поэтому я этот момент упущу солить не буду дальше выдавливаем 4 зубчика чеснока далее посыпаем итальянскими травами и взбрызгиваем оливковым маслом все это дело отправляем в заранее разогретую духовку до 190 градусов минут на 15 после того как расплавится фитакса она превратится в нежнейший вкуснейший крем это будет очень вкусный соус для нашей куриной грудки все чуть позже покажу что делать дальше далее нам необходимо обжарить куриную грудку сделать это можно просто на сухой сковороде если она у вас антипригарным покрытием либо я буду сегодня жарить на гриле гриль у меня вот такой большой я его сначала включаю выбираю режим у меня в курица вот это и нажимаю ok как только загорелся вот здесь мигающий индикатор как только гриль нагреется он подаст звуковой сигнал после чего можно внутрь уже вот сюда помещать будет нашу куриную грудку на гриле куриная грудка получится с запечатанными красивыми полосками поэтому я сегодня это буду делать на гриле все ждем когда прогреется гриль и так гриль подал звуковой сигнал открываем и при помощи щипчиков начинаем укладывать нашу куриную грудку поперек полосок было бы очень неплохо чтобы грудку поместилась полностью вся отлично друзья смотрите за счет того что гриль у нас довольно большой вся полностью куриная грудка почти килограмм куриной грудки поместились за раз отпускаем и ждем 2 звукового сигнала здесь будет три степени прожарки слабая прожарка первый сигнал средняя прожарка второй сигнал и полная прожарка третий сигнал я буду обжаривать куриную грудку до 2 сигнала средняя прожарка у нас будет и так друзья раздался уже второй сигнал индикатор стал оранжевый открываем и смотрим вот такие красавцы у нас получились выкладываем нашу грудку на тарелку и наши стейки должны будут немного отдохнуть все вот такая красота уже получается пока убираю в сторону итак друзья прошло у нас ровно 20 минут с момента как fitaxa с помидорами были отправлены в духовку посмотрите что у нас получилось а теперь самое интересное fitaxa после нагревания посмотрите во что превратилась очень-очень нежный крем получился из fitaxa дальше мы просто все хорошо вот так вместе с помидорами перемешиваем это и есть наш с вами соус очень аппетитный согласитесь прям вот так с оливковым маслицем все перемешиваем с травами вы только посмотрите что у нас с вами получилось петрушку заранее подготовленную я тоже нарезала половину даже две трети я отправлю сейчас сразу оставшиеся оставлю чтобы в конце блюда наша украсить при подаче и все продолжаю перемешивать посмотрите масло равномерно у нас впиталось fitaxa и все превратилось в безумно вкусный вот такой соус посмотрите дальше мы делаем следующее в этот соус отправляем куриную грудку заранее запеченная в гриле можно обжарить на сковороде дальше все вот так укутываем соусом и получается вот такая нежная вкуснятина все друзья блюдо готово можно сервировать и подавать к столу друзья вы только посмотрите какая красота у меня получилось в итоге я отварила макароны полила их оливковым маслом положила также зелень и итальянские травы поскольку у нас сегодня все на итальянский манер итальянскими травами заправила вот такие шикарные макарошки у меня получились далее выложила куриную грудку и сверху полностью весь соус который был в форме для запекания выложила равномерно на каждую грудку затем посыпала зеленью и вот такой шедевр у меня получился кому нравится ставьте лайк нам с алексеем уже не терпится попробовать это на нашем мог банк канале куда мы вас всех и приглашаем ссылка как всегда внизу в описании под этим видео но это видео если вам понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова